Второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночи день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает Слово нашего всем посланий, того имейте на замечании, и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствия моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. И так сказал. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им. Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал. Господин, мина твоя принесла десять мин. И сказал ему. Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел второй и сказал. Господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему. Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью. И сказал предстоящим. Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему господин. У него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними. Приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Ирече Убо. Человек некий, добра, рода, иди на страну далече, прияти себе царство, и возвратитеся. Призвав же десять раб своих, дадей им десять мнас. Ирече к ним. Куплю деете, донди же прииду. И граждане его, ненавидиху его, и послаши молитву вслед его глаголюще, не кощем сему да царствует над нами. И бысть егда возвратися, приим царство, рече пригласите рабы тии, им же даде сребро, да ввесть, какову куплю суть сотворили. Прииди же первые глаголи, Господи, мнас Твоя, предела десять мнас. И рече ему. Блоки, раби и добрые, яко о мале верен был Иси, буди область имея над десятью градов. И прииди вторые глаголи, Господи, мнас Твоя, сотвори пять мнас. Рече же и тому. И ты буди над пятию градов. И други прииди глаголи, Господи, мнас Твоя, южи и мех положену во убрусе, бояхсябо Тебе, яко человек яр еси, земляши его же не положи, и жнеши его же не сеев. Глаголу же ему. От уст твоих сужду ти, лукавый рабе. Видеши, яко аз человек яр есмь, землю его же не положив, и жну его же не сеев. Ибо что не вдал Иси моего с ребра купцем, и аз пришед, с ликвую истязал бы их ем. И предстоящем рече, возьмите от него мнас, и дадите имущему десять мнас. И реши ему, Господи, имать десять мнас. Глаголю бы вам, яко всякому имущему дастся, а от неимущего ежи имать отымется от него. Обачи враги мояоны, и же не хотевшие мне, да царь бых был над ними, приведите семо и исцеците предо мною. И сия рек, и яша, приди, восходя в Иерусалим. Душа, которая любит Бога, в Боге и в нем едином приобретает себе упокоение. Разреши прежде в себе всякий внешний союз, и тогда возможешь быть сердцем в союзе с Богом, потому что единению с Богом предшествует отрешение от вещества. Хлеб дается в пищу младенцу после того, как откормлен он молоком. И человек, который намерен преуспевать в божественном, желает прежде устранить себя от мира, как младенец от объятий и сосцов матери. Телесное дело не предшествует душевному, как персть предшествовала душе, вдунутой в Адама. Кто не снискал телесного делания, тот не может иметь и душевного, потому что последнее рождается от первого, как колос из головы пшеничного зерна. А кто не имеет душевного делания, тот лишается и духовных дарования. Болезни, в настоящем веке переносимые за истину, не идут в сравнение с услаждением, какое уготовано страждущим за доброе. Как засеющими в слезах следуют рукояти радования, так и за злостраданием ради Бога последует радость. Сладок, кажется земледельцу хлеб, добытый потом. Сладкий и деланье ради правды сердцу, приявшему ведение Христово. С благою волею претерпи и уничижение, и смирение, чтобы иметь тебе дерзновение пред Богом. Человек, сведением терпя всякое жестокое слово, когда сам не сделал предварительно неправды и изрекшему оны, хотя возлагает при этом на главу свой терновый венец, однако же блажен, потому что нетленно увенчивается, тогда как и сам того не знает. Кто сведением убегает суетной славы, тот ощутил в душе своей будущий век. Кто говорит, что оставил мир и припирается с людьми из-за какой-либо потребности, чтобы не было у него в чем-либо недостатка к упокоению его, тот совершенно слеп, потому что, хотя добровольно оставил целое тело, однако же ратует и припирается об одном его члене. Кто бегает покою в настоящей жизни, у того ум соглядал уже будущий век, а кто связан любостяжательностью, тот раб страстей. Не думай, что одно приобретение золота и серебра есть любостяжательность. Она есть приобретение чего бы то ни было, такого, к чему привязана воля твоя. Не хвали того, кто злостраждет телесно, но у кого дана воля чувством, разумею же слух, зияющие и неудержимые уста и блуждающие очи. Когда предписываешь душе правило устроять свое спасение милосердием, приучай душу свою не искать оправдания в других делах, чтобы не оказалось, что делаешь одною рукою и расточаешь другою, ибо там потребность в сердоболе, а здесь в широте сердца. Знай же, что оставлять грехи должникам принадлежит к делам правды. Тогда увидишь тишину и светлость повсюду в уме твоем. Когда вступишь на путь правды, тогда прилепишься к свободе во всяком деле. Некто из святых сказал об этом. «Слеп милостивый, если не бывает справедлив, разумею же, что должен давать другому из добытого собственными усилиями и трудами, а не из добытого ложью, неправдою ухищрением». И еще он же в другом месте сказал «Если угодно сеять в нищих, то сей из собственных». «А если вознамеришься сеять из чужого, то знай, это самые горькие плевелы». А я присовокупляю, что если милостивый не бывает выше своей правды, то он не милостив. То есть милостивый не только дает людям милостыню из своего собственного, но и с радостью терпит от других неправду и милует их. А когда препобедит правду милостынею, тогда увенчивается не подзаконными венцами праведников, но евангельскими венцами совершенных. Ибо подавать нищим из собственности своей, одеть нагого, любить ближнего, как себя самого, не обижать, не лгать, это провозглашал и закон ветхий. Совершенство же евангельского домостроительства повелевает так. «От взимающего твоя не истязуй, и всякому просящему дай». Евангелие от Луки, глава 6, стих 30. «И должно с радостью не только терпеть неправедное отъятие какой-либо вещи и прочее внешнее, но и самую душу полагать за брата. Кто душу полагает, тот милостив, а не тот, кто подаянием только оказывает милость брату своему. Но и тот милостив, кто услышит или увидит что-либо, опечаливающий брата его, и возгорится сердцем, а равно и тот, кто, если заушен братом своим, не возымеет столько бесстыдства, чтобы отвечать и опечалить сердце свое. Почти дело не бдения, чтобы найти тебе утешение близким к душе твоей. Занимайся чтением в безмолвии, чтобы ум твой всегда был возводим чудесам Божьим. Возлюби с терпением нищету, чтобы собрать воедино ум свой отпорение. Возненавидь жизнь пространную, чтобы помышления свои сохранить безмятежным. Удерживайся от многого и заботься об одной душе своей, чтобы спасти ее от расточения внутренней тишины. Возлюби целомудрие, чтобы не постыдиться во время молитвы своей пред Богом. Приобретай чистоту в делах своих, чтобы озарилась душа твоя в молитве и пометованием о смерти возжигалась радость в уме твоем. Остерегайся малого, чтобы не впасть в большое. Не будь ленив в делании своим, чтобы не постыдиться, когда станешь среди друзей своих, и не оказаться не имеющим путевого запаса, почему друзья оставят тебя одного среди пути. сведениям в виде дела свои, чтобы не быть осужден за все свое течение. Приобрети свободу в жизни своей, чтобы освободиться от бурь. Не связывай свободы своей тем, что служит к наслаждению, чтобы не сделаться тебе рабом рабов. В одеянии своем люби бедные одежды, чтобы уничижить рождающееся в тебе помышление, то есть высокоумие сердца. Кто любит блеск, тот не может приобрести смиренных мыслей, потому что сердце внутренно отпечатлевается по подобию внешних образов. Кто любя пустословие, может приобрести чистый ум. Кто домогаясь уловить людскую славу, может приобрести смиренные помыслы, или кто, будучи невоздержанным и изнежив свои члены, может сделаться чист умом и смирен сердцем. Когда ум увлекается чувствами, тогда и он ест с ними звериную пищу, а когда чувства увлечены умом, тогда они приобщаются с ним ангельской пищей. За смиренно-мудрием следует воздержность и во всем ограниченность. Отчиславие служитель блуда и дело горды. Смиренно-мудрие по причине постоянного самоограничения приходит в созерцание, украшает же и душу целомудрием. Отчиславие по причине непрестанного мятежа и смущения помышлений своих, из всего встречающегося собирает нечистые сокровища и оскверняет сердце. Оно же еще непотребным взором смотрит на природу вещей и занимает ум с равными представлениями, а смиренно-мудрие духовно ограничивает себя созерцанием и приобретшего Оно возбуждает словословие. Помилуй меня, Боже, по велиции и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, не пачу умыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вынок, тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да управдишися во слове всех Твоих и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси безвестная и тайная премудрости Твоей я явил ми еси покропишем я и сопом и очищуся умышем я и пача снега убелюся слуху моему дась радость и веселье возрадуются кости смиренные я подвративи твой от грех моих и вся беззакония моя очисти сердце чисто созиж демо мне божий дух прав обнови его утробе моей не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святого не отыми от меня воздажь и радость спасения твоего и духом младычным утверди мя научу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обратяться избавим от крови Боже Боже спасения моего возрадуется язык моей правде твоей господи уст немое отверзиши и уста мои возвестят хвалу твою яко аще бы восхотел если жертвы дал бы хубо все сожжения неблаговолиши жертва богу дух сокрушен сердце сокрушен и смирен но бог не уничижит ублажи господи благоволением твоим сиона и до сожжи ждутся стены иерусалимские тогда благоволиши жертва правды возношение все сожжигаем моя тогда возложат на алтарь твой тельцы живы в помощи вышнего в крови бога небесного дворица речет господи весь заступник мой и си прибежище мое бог мой и уповая на него яко то избавят тебя от сети ловчей и от слави семя тежно плечма своем осенит тебя и под крыле его надеяшися оружием обыдет тебя истинно его не убоившись от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от срящей бесополуденного подет от страны твоя тысяща и тьма десную тебе к тебе же не приближится о бачи мы твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши яко ты господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоем не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповесть о тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках возгнут тебя да никогда преткнешь о камень ногу твою на спи да и василиска наступишь и поперешь льва и змея яко на мяупова и избавлю и покрыю и яко позна имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним есть скорби изму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю ему спасение мое помилуй мя боже помилуй мя яко на тёпова душа моя и на сень крылу твоею надеюсь а дон ниже прийдет беззаконие воззову к Богу вышнему Богу благодевшему мне посла с небесей спасение дадь в поношение попирающее имя посла Бог милость свою истину свою избави душу мою от среды скинув поспак смущен сынови человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остров вознесись на небеса Божия и по всей земле слава твоя сеть уготоваша ногам моим и сляко душу мою ископаша предлиценно им яму и в подошву вню готово сердце мое Боже готово сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирю и гусли восстану рано исповемся тебе в людях Господи воспою тебе во языцах яко возвеличися до небес милость твоя и даже до облак истина твоя вознесися на небеса Божий по всей земле слава твоя воздвигла хочем и в горы отнюдь уже придет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дай во смятение ноги твоей я ниже воздремлет храня тебя все не воздремлет ниже уст нет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века что и до века и свододи нас владыко с одержавением не окушкем он смейте призывать и тебе небесного Бога Бога и благо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аминь Субтитры подогнал «Симон» Царица моя преблагая, Надежда моя Богородице, Приятели счастливых и странных предстательницей, Скорбящих радостей победимых в окровительнице, Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»